В чем же секрет феноменальной формы Кадзоева? Сразу что в голову пришло соврать, что я много ем там, я не знаю, Макдональдс. Но почему же тогда Александр так редко дает интервью? Смотря несколько интервью Кадзоева, я понял, что это достаточно скромный человек, который сначала делает, а потом говорит. И когда он все-таки выступит в про-турнире? Вот получил про-карту. Вы ее видели? Ее никто не видел. Но, несомненно, на сегодня Александр Кадзоев является одним из самых одаренных бодибилдеров-любителей в нашей стране. То есть этот год был Александр Кадзоев, ну как в принципе и прошлый год, ну и как вообще последние несколько лет. То есть Кадзоев, конечно, лучший. Но при этом он практически отсутствует в информационном пространстве. Поэтому я ничего не знаю о нем. Он ни разу не озвучивал, какая у него цель, например. Вот что он хочет добиться в бодибилдинге. Я знаю, что он просто этим занимается, потому что это ему нравится по жизни. И все. Поэтому перед железным рейтингом стоит очень непростая задача. Рассказать об Александре Кадзоеве, при том, что сам он о себе рассказывать любит не особо. Но для своих зрителей мы готовы совершить невозможное. Нам повезло. Мы знакомы с Александром с 2008 года. И снимали его не только на российских соревнованиях. В 2011 я сделал несколько сюжетов моего выступления на американском Арнольд Классик. Оператор Василий Кузнецов ролик снял про меня. Очень всем понравился. И все меня там вконтакте и так просто восхищались. Говорят, хороший, забавный, веселый ролик. Очень приятно посмотреть. Какая-то сторона меня открывается. В то время Александр был более доступен для взаимного общения, чем сейчас. По крайней мере договориться о съемках в проекте «Русский десант» в 2012 мы с ним так и не смогли. Хотя, возможно, формат нашего канала просто не устраивает Александра. И это вполне нормально. Но если достать старую технику и порыться в архивах, я думаю, мы найдем много чего интересного. Мы не открывали эту коробку лет пять. Думаю, что будет очень интересно посмотреть. Что у нас здесь записано? Александр? Сах, а тебе как процесс? Процесс? В процессе? В процессе? Да, там будет в него там. Но, несмотря ни на что, мы все равно пристально следили за выступлениями этого талантливого атлета и готовы рассказать о нем все, что знаем. Но сначала ненадолго отлучимся в один из магазинов fitnessbar.ru. Крупнейшего ритейлера спортивного питания и экипировки для ботибилдинга и фитнеса. И назовем имя победителя нашего зрительского конкурса. Сегодня мы с вами находимся в фитнес-баре у метро Лиговский проспект. И прежде чем я назову имя победителя нашего конкурса, я хочу уточнить у Алексея, у консультанта фитнес-бара, какой продукт пользуется максимальной популярностью в преддверии 8 марта и Дня всех влюбленных. Алексей. Я посоветовал вам прибор от фирмы САН. Это достаточно мощный бутерброд тестостерона. Он повышает силовые показатели и способствует улучшению мышечного роста, также способствует лучшему качеству сна. Это сейчас одна из самых ходовых добавок в нашем магазине. И наш приз сегодня достается подписчику нашей группы ВКонтакте Павлу Коношенко за его комментарии к железному рейтингу о лучшем бутибилдере прошлого года. А мы возвращаемся к теме нашей программы. Сейчас Александру 34. В этом году он объявил о завершении любительской карьеры и переходит в профессионалы. И это отличный повод вспомнить победы, свершенные, и порассуждать о его победах в будущих. Тем более мы знаем, что даже если ты талантливый любитель, стать звездой продивизиона задача не из простых. Недостаточно быть просто одаренным, да? Очень много факторов, от которых зависит твоя карьера. Это, само собой, одаренность, потенциал, финансирование. И суметь свою жизнь построить так, чтобы все было подчинено одной цели, да? И очень важно все это вот так грамотно выстроить, свою жизнь, чтобы в итоге получился результат. И не каждый это может, не каждый это удается. Да и сам мир профессионального бодибилдинга похож на привычный любительский лишь условно. Нет, это не сложнее, это просто по-другому. Объясню, в любителях мы все-таки присутствует дух борьбы. Мы все-таки полагаемся на судейство, а в профессионалах это просто шоу-бизнес. Мы согласны с Вишневским и Федоровым. Простым это перевоплощение для Кадзоева не будет. И готовы порассуждать с вами о пяти факторах, которые могут повлиять на его будущую про-карьеру. Два из них точно сработают в плюс. Последствия одного еще непонятны. А вот над двумя последними пунктами Александру необходимо категорически поработать. Начнем с главного. Для успешной спортивной карьеры у Александра есть и талант, и генетика. Но мы знаем, что для настоящего профессионала этого мало. Здесь на первое место выходит характер и трудолюбие. Это не наши слова. В этом уверен сам Александр. Мне кажется, успех не только в длине, где там ваши дни, в тренировках, расскажите, как накачать руки, ноги, там что-то. Нет, скретов нет у вас. Просто просто, он прям, что вот такой. Потому что всегда наступает момент, когда уже все, не охота, а ничего, не устаешься. Это домашние проблемы, проблемы, на работе, моральности. Это полный личный тренинг. Руки, поместь. Вот тут надо. Проявить характер, атака, когда нужно. Атака, когда больше всего. Феноменальная форма, которую Александр всегда показывает на соревнованиях, как нельзя лучше подтверждает, что с трудолюбием и характером у нашего героя все окей. И как подтверждение, уважительные комплименты от собратьев по цеху. По сути дела, я считаю, что тот же самый Кадзоев на сегодняшний момент гораздо более профессиональный у меня, чем Лисуков. У меня за правду не будет, но я, по крайней мере, об этом говорю. Так что твердая основа для построения профессиональной карьеры у Александра есть. Вторым важным фактором является наличие за спиной сильной команды «Спортлайф». А если быть еще точнее, то талантливого тренера и бизнесмена Бориса Васильева. Он как бы совместил свой бизнес с популяризацией нашего спорта. То есть привлекая тренерами как раз выступающих спортсменов, никакая другая сеть так себя не ведет. То есть Борис Борисович – это уникальный человек для нашего времени, который отдает себя спортсменам, а не берет у спортсменов для того, чтобы быть блестящим тренером. Сам Александр также всегда отмечал, что без поддержки тренера вряд ли добился бы таких успехов. Но есть человек, например, как и Василий Борис Борисович, мой тренер, который мне очень сильно помогает. Так что в отличие от большинства наших атлетов, на штурм профессионального Олимпа Кадзоев пойдет не в одиночку, что во много раз увеличивает его шансы на успех. А сейчас мы перейдем к неоднозначной теме, а точнее к весовой категории, в которой Александр планирует выступать в Пролгбезионе. Моя весовая категория. Ой, правда не хочется говорить. Ну ладно, скажу на самом деле, как есть. Буду уступать от до 90 килограммов. До 100 я маловато. Я мог бы сейчас до 100. Ну с весом, например, я считаю, на Арнольд Классике выступать с весом 95 до 100, ну нет смысла. Как вы видите, при штурме любительского Арнольда Александр остался в своем боевом весе. А вот Олимп профессиональный, он намерен покорять уже в категории Open, что по мнению некоторых экспертов может сыграть с ним злую шутку. Я, честно говоря, этого не поддерживаю. Я бы начал с маленькой. Никто же тебя не запретит потом перейти в большую, если ты наберешь. А может так получится, что может ты не наберешь свыше 100, только потратишь много времени. Да, иногда Александр грозился выступать в сотне. Набрать хочу килограмм 108. Вот. Но все-таки свои главные победы он одержал в категории до 90 килограммов. И вполне логично было бы начать покорение продивизиона именно с этого веса. Хотя сейчас Саша Кадзоев весил 92 килограмма, насколько я знаю, на сцене. И так выглядел. А маленькая категория до 96 килограмм. И я Боря усилю говорю, Боря, представляешь, еще есть 4 килограмма чистых мышц на лепет, как он будет выглядеть. Да и с набором массы, как уверяет Александр, у него есть проблемы. Максимально стараюсь веса набрать. У меня с этим больше проблемы. Потому что могу качество сделать, а вот вес набрать у меня... Но с другой стороны, в нынешних доводах команды Кадзоева тоже есть смысл. Категория 212 фунтов пока не может дегаться по популярности с тяжелым весом. А где популярность, там и основные деньги. Нет, безусловно, бодибилдинги в маленькие категории не котируются. Интересно зрителям только тяжелая категория. Хотя и здесь могут быть исключения. Например, Флекс Льюис. Хотя этот же Флекс Льюис, который мистер Олимпиа в маленькой, очень популярный. И говорят к нему там очереди за автографами очень большие. Но возможно в случае с Александром Кадзоевым премьер Льюиса не самый удачный. Но об этом мы поговорим в заключительной части программы. Если начать разговор о слабых местах Александра Кадзоева, то первое, что приходит на ум, это его произвольная программа. Сейчас многие нам возразят, что произволка напрямую не влияет на подсчет очков. Но не стоит забывать, что продивизион это не только спорт, но и шоу. Здесь даже соревнования начинаются именно с презентации каждого спортсмена, а не со сравнений, как у любителей. В этом карнаваре стиле и скупой на эмоции Кадзоев вполне может и затеряться. Да что профи, как пример можно вспомнить его дуэль с Лисуковым на Гран-при фитнес-хаус, где во многом именно произволка лишила Александра первого места. При всем уважении, я Сашу Кадзоева обожаю, люблю за его человеческие качества, за его там все остальное, но сегодня по произвольной программе вообще не отпозировал. Значит, и за это, за это судьи его, мягко говоря, наказали. Конечно, повторять подвиги Александра Вишневского, подарившего миру робота-культуриста, поплечили каждому. Но что-то сделать с этой нелюбимой частью выступлений Александру придется. Тот же Лисуков ведь раньше произволку тоже особо не любил, но смог найти решение этой проблемы. Мне вот это начинало постоянно. Блин, произвольная программа, как я выйду на сцену? Надо что-то истантовать, и что-то и показать себе. Особо базировать не умеешь. Получается, как-то кореал, они эстетичны, ты еще начинаешь зажиматься. От этой проблемы я начал ее решать, и с каждым годом, то есть, наоборот, произвольная программа тебя больше еще вдохновляет. Наоборот, хочешь зажечь зал. Но самый главный провал на сегодня у Александра с медийностью, а как следствие, узнаваемостью. Ну, очень мало его в сети. Непростительно мало. Я как бы не знаю всю его историю, но я слежу, конечно, за ним, за то количество небольшой информации, которая есть в сети. Я так понимаю, что он человек, который не особо любит о себе раскрывать какую-то информацию. Вы думаете, что это нужно в профессиональном бодибилдинге, да? Ну, узнаваемость, конечно, даже это и на суде действует, наверное, да. Если ты не интересен, да, с тобой вряд ли кто подпишет контракт. Ну, серьезная компания. В профессионалах от твоей раскрученности зависят не только твои спортивные результаты, но и финансовое благополучие. Чем больше у тебя френдов в Твиттере и в Фейсбуке, тем более выгодный контракт ты можешь подписать. Тем более сейчас на рекламные деньги производителей спортпита наравне с билдерами претендуют и бойцы ММА. Сам факт наличия титула помогает, но не решает проблемы. И поэтому своей раскруткой сейчас занимаются не только профи, но и многие любители. Блин, ну, Саша в этом плане, конечно, я не могу его даже... То, что есть все шансы стать профессионалом и победить однозначно. По поводу, конечно, шоуменства, всего вот этого, там, кривляния на камеру, конечно, этого у него нет, и я думаю, что этого у него и не будет. Но он вообще другой человек. Он поболтает нормально, ну так, знаешь, ну, я вот там... То-то, то-то, вот как-то вот все, ну да, нет такого. Это, наверное, должно быть внутри. Но здесь мы позволим себе не согласиться с Артемом. Чтобы рассказывать о себе, Александру не надо становиться кем-то другим или вовсю кричать о своих еще несовершенных победах. Ему нужно оставаться самим собой. Просто надо находить время на общение с прессой и своими фанатами. Ведь это неотъемлемая часть профессии, так же как соблюдение режима питания и тренировок. Нету сил. Да ладно, это для меня. Кипанка. Не, на диете, да, что хорошо. Первый подход ложишься, а смешься, второй подход уже все. Кто что-то поел, это 50 граммов и воздух, уходим на первый подход, все. А то, что Александр отлично умеет работать на камеру, мы знаем, и скромность здесь не помеха. Все хорошо у него и с чувством юмора. Если что меня задают, бросай камеру, помогай мне. Как говорится, дело осталось только за малым. Начать и все будет окей. Но если вам вдруг показалось, что мы проговорили все важные вопросы, вы ошибаетесь. Как бы это ни было удивительно, но вопрос, когда же наконец состоится про-дебют Александра, до сих пор окутан тайной. Как мы помним, Александр мог получить про-карту еще в 2012 году, после победы на европейском Арнольд Классик. Но тогда он решил не торопиться. Ну вот на следующий год будем готовить его на чемпионат мира, чтобы он стал абсолютным чемпионом мира. И после этого сразу профессионалом. До чемпионата мира Александр так и не добрался. Но форму в прошлом году показал отличную. И было объявлено о его переходе в про. Правда, с одним небольшим условием. На про-сцену он выйдет только через два года. Я считаю, что года полтора, может быть даже два, еще возьмем паузу. Но оказывается, даже эта информация еще не окончательна. Он еще до сих пор не ушел. То есть представлений никакого нет. Значит, про-карта получается. Не просто так сказать. Вот, получил про-карту. Вы ее видели? Ее никто не видел. Про-карта получается установленным порядком. Почему я так говорю? Потому что я знаю, что она получается. Возможно, Александр Тимошенко знает то, что не знаем мы. А с другой стороны, мы видим, что команда Кадзоева уже готовит плацдарм для завоевания Америки. На это указывает и сам Тимошенко. То есть канал этот, спотлайпский, настроен уже туда. Эти, как их, титры. Там явно не армянский язык, там вроде как на английском, да, что-то есть. Вдувание, сознание, масса о том, что будет русский такой выступать, оно уже началось. Где же фанатам бодибилдинга найти точные ответы на множество вопросов о своем кумире? Эта запутанная ситуация наглядно демонстрирует, что нужно очень серьезно отнестись к пятому пункту нашего сегодняшнего рейтинга. Если ты не говоришь о себе сам, о тебе будут говорить другие. И правдивость этой информации будет проверить негде. Кстати, если вам кажется, что это все ерунда, вспомните, кто является самым известным бодибилдером в нашей стране. И задумайтесь, почему. Российский актер, продюсер и бодибилдер Александр Невский стал победителем конкурса «Мистер Вселенная», организованного Всемирной Федерацией Бодибилдинга. Во всех списках Всемирной Федерации Бодибилдинга, друзья мои, World Bodybuilding Federation, я стою победителем Мистера Вселенной 2010, 2011 и 2012 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова